Зовут меня Алексей, фамилия у меня Пацко. Я родился и почти всю свою сознательную жизнь жил в Белоруссии, в городе Пинске. До исключения нашего периода времени, когда я учился в городе Минске. Я известен тем, что работал когда-то в суде Пинского района города Пинска. Мне на данный момент 35 лет, но на данный момент я живу в Германии. Да я не знаю, была обычная жизнь, как каким-то особо, наверное, ничем не примечательная. То есть я учился, потом, соответственно, женился, работал в разных должностях по профессии юрист. Потом волю судьбы прошел определенные этапы испытаний, стал судьей суда Пинского района города Пинска. Ну и где в должности проработал около 5 лет. В принципе, жизнь обыденная. Работа, дом, семья, как бы дача. Все как обычно, ничем особым таким не примечательная жизнь была. Ну, август, и август всем известно, это 9 августа 2020 года. Это выборы президента были в субботу. И в воскресенье уже попросили, чтобы судьи были на рабочих местах. Я был 9 числа, это воскресенье, я был на работе. И уже в тот день обсуждались вопросы понедельника. Но это еще ничего не предвещало беды. То есть это был день воскресенья, то есть шли выборы полным ходом. Но уже было задержано какое-то количество активистов. То есть все, кто являлся в представлении сотрудников милиции какими-то лицами, которые могли так или иначе проявить какие-то активность политическую по окончании выборов, они все были задержаны. Не помню, какое количество уже, время прошло. Но я помню, что меня представитель вызвал. А на тот момент более опытные мои коллеги, они все взяли в отпуск. Они такие, ну позвали меня, там был струнник милиции. И они такие, вот, тут есть дела, рекомендуется им всем дать по 15 суток. Меня немножко, конечно, удивило, то есть с такой прямолинейностью и с такой вот, с таким вот, с каким-то нескрытым, даже не попытка там, вот тебе надо их рассмотреть, там правильно. Нет, ну то есть четко сразу предложение поступило. Я говорю, нет, они такие, успокойся, все хорошо, иди домой, отдохни, приходи завтра. Завтра обсудим. В ночь происходит в Пинске это событие, там это большое столкновение протестующих возле исполкома со сотрудниками милиции. С утра понедельника ситуация опять изменилась кардинально, потому что было задержано огромное количество людей под исполкомом, то есть там человек 60, наверное, самое малое. То есть это первый день, там еще потом в течение двух дней они рейды проводили по городу, задерживали еще людей, то есть в принципе в Минске не рассчитано на такое количество людей, там даже в половину, наверное, не рассчитано. Потом стал вопрос, как их сортировать у сотрудников милиции, что с ними делать, ну и естественно самый лучший выход, давайте им всем по 15 суток дадим. При этом Минск в этот момент идет сумасшедшие эти вот уже начинается, это уже третий, четвертый, пятый день после выборов, это уже начинается появление вот женщин с цветами, и уже какой-то такой вот предпосылки вот к большим маршам против фальсификации выборов. То есть естественно они как бы не знают, что делать, и опять же меня вызывают и в понедельник, и во вторник. Судя того, что я отказываюсь, соответственно, от рассмотрения этих дел, всех в принципе связанных с политикой, в том ключе, в котором они предлагают их рассматривать, то есть а это что значит предлагают? Предлагают это, есть люди, на них уже, грубо говоря, надели карандашиком написано сколько, идешь в ВВС и там рассматришь. Я туда говорю, я не пойду в ВВС, во-первых, там невозможно такое количество так рассматривать. То есть это в любом случае нарушение всех возможных процедур. И все, после этого я понял, что мне там уже явно делать нечего в судебной системе. Это было ужасно. Это были эмоции примерно у меня, это была определенная такая буря эмоций. Все, и гнев, и ненависть, и страх, и непонятие всего, и невозможность принять в личном контексте. У тебя рушится твоя, условно говоря, карьера, которую ты пытался сделать, ты учился столько лет и шел к этому, проходил там какое-то небесмиримое количество испытаний, чтобы добиться. Пятнадцатый год – это начало большой белорусской либерализации. Это приход самого либерального правительства за весь период. Это откат от репрессивных практик в большинстве сферах. И идея была такая, что в том числе, когда я назначался, мы говорили, вот идет новый, условно говоря, порядок, мы будем теперь по-другому делать. Вот у нас, вот видишь, смотри, планы там, вот административный кодекс новый. Посмотри, какие там изменения. Посмотри, в уголовном кодексе. Декриминализация сплошная. Там, экономическая жизнь. Вот, смотри. То есть, идея была такая, что нужны нам новые, молодые. Ну, то есть, это как они объясняли, и, в принципе, меня это в каком-то смысле живет. Конечно, я все это понимал, там, нельзя жить вне контекста. Но общая идея была такая, что вот, как бы, мы же сейчас уже новое время, сейчас вот надо развиваться, сейчас вот то-то, то-то. Все будет, то есть, вот. И, в целом, первые годы, я не помню таких вот случаев, какое-то там вмешательство, там, со стороны, там, руководства в твою деятельность. Я помню тунеядцев хорошо, помню протесты. Это 18-й год, да, если мне память не изменяет. 18-й год, я вспомню. Да, было, я рассматривал, даже несколько дел я помню, рассматривал. Ну, все равно, это не то, что это несравнимо. Это сравнимо с точки зрения оснований, но несравнимо с точки зрения подхода системы к тем и к тем вещам. То есть, на тот момент мне принесли дела, они пришли, как обычно, да, рассматривай. Я посмотрел, формально, формально. Это неправильно, может, было там по многим нюансам, можно это все оценивать, там, с позиции современной. Но я принимал те решения. Это было формально, то есть, формально соблюдались условия, то есть, административное право решение было нарушено. Ну, совершенно. Если я не ошибаюсь, не, я за себя могу точно сказать, что это были только штрафы, точные, причем они были, там, не знаю, там, 5-6 базовых. То есть, там, я не помню, там, 4-х, наверное, было по минимуму. Я могу ошибаться на кодекс поднять, конечно, уже давно я в него не заглядывал, но на тот момент, если я не ошибаюсь, было минимум 4, там, что-то около вот этого минимума штрафы давались 5-6-7, там, в зависимости от того, сколько у кого каких административных право, ну, то есть, там, диапазон там был какой-то. Насколько я помню, это было от 4-х до 10-ти, где-то вот в этом диапазоне давались штрафы. Причем, так, тоже это очень видно, они все были разные. То есть, это тоже еще очень важные нюансы, так, уже рассуждаясь в битвуской сегодняшней системе, и той, что как давалось. Сейчас всем прям видно, вот там, все одинаково, прям, возьми все суды, соедини, там, одинаково прям, как будто какой-то один, единый организм это все выдает эти сроки. Я понял, что там, все, то есть, мое присутствие там явно лишнее, мне этого не простят, так или иначе, хотя в тот момент меня еще убеждали. Причем все и председатели областного суда, приезжал бывший начальник, председатель Питского суда, на тот момент уже депутат палаты представителей. Приезжали, все разговаривали. Ну, у них было два нарратива таких основных, когда вот они меня уговаривали. Первое, это оставайся, можешь перейти в гражданскую коллегию, можешь там уголов дальше рассматривать, но только без политики. Ну, в любой вариант приемлем. И второе, что они всегда умели, если ты уходишь, ты должен молчать. Я еще после августа почти два месяца отработал. Я подал заявление, там, но вся процедура очень длительная, мне уже не давали никакие дела, там, и в городе там появилось огромное количество каких-то там мифов, там, о том, что я там вставал, прям в зале судебного заседания, говорил, что я их судить не буду, что милиционеры преступники, там, и уходил, разворачивался. Ну, это там много-много, там, в разных чатах, там, и в телеграммах об этом писалось, но на самом деле это неправда. То есть, я просто говорил, что я неуполномоченно это рассматривать, извините. И я какое-то время работал, и в чем, я очень много чего успел за эти два месяца увидеть. Ну, потому что я еще оставался, как бы, вроде в системе, хотя меня уже там подвергли определенному, как бы, изоляции такой информационной. Они поняли, что уже я ухожу, и все, то есть, коллеги почти с нами никто не общался, все-все, что обсуждение, все-все уходили. Ну, это все равно, это общее, все равно все слышишь, видишь, анализируешь. И там, конечно, нельзя было каким-то образом нормально на это все, потому что уже начались вот эти вот перекосы, когда там уже процессуальный закон вообще забыли. Начали там уже все эти истории с масками, там, эти вот эти свидетельские показатели. Ну, в общем, вся вот эта вот, так называемая дичь, да, то есть, такой вот правовой беспредел или как правовое такое творчество, вне правовое творчество началось. Все, я ушел в октябре, и достаточно долгое время явно было не до нас. И вот у меня началось это все в апреле, с апреля где-то вот примерно. Ну, это же говорю, это все, это примерно тогда началось, они по всем бывшим силовикам и по всем бывшим госслужащим. У меня в чем заключалось? Я на тот момент уже не работал, у меня была одна работа, там, несколько, то есть, там, все было не на полное рабочее время, несколько работ было. И одна из них была, это я работал помощником адвоката. Пришли с контрольной закупкой, там, к нам, сотрудники налоговой, к адвокату. То есть, они взяли консультацию и объявили в том, что эту юридическую помощь оказывал я. Суть того, что они объявили в том, что я на площади адвоката осуществляю адвокатскую деятельность, без адвоката. Хотя это не так было, это прям адвокат давал консультацию, я как помощник, естественно, оказывал тоже правую помощь, там, совместно, что не запрещено было на тот момент. Ну, да, все понятно, как бы, просто я помню сотрудника этого налога, он так извинялся, все писал, все извинялся. Ну, извините, вы же понимаете, там, ну, и вот в таком-то духе так это смотрелось, так немножко комично. Ну, я так немножко скептически к этому относился, так с улыбкой определенной, как бы, такой определенный фатализм. Думаешь, ну, то есть, ну, понятно, сколько там, 300 базовых максимум штраф там по статье, ну, понятно. А потом мне сообщили тоже мои знакомые, хорошие, что почему-то прокуратура запросила мои все уголовные дела за мой период работы для обобщения некой там практики. Что такого, как бы, я не припомню. То есть, брать дела одного судя для обобщения. И это был такой для меня определенный сигнал, то есть, что это уже что-то, как бы, не просто так. То есть, это у меня уже закрался такой уже, ну, что это уже вопрос серьезный. Подтвержденное плюс вот этими всеми вот прошедшими событиями, связанными с попыткой вот незаконной предпринимательской деятельности мне как-то ее вменить. Я подумал, что, как бы, существует уже реальная какая-то опасность. То есть, возникла уже какая-то такие предпосылки к тому, что, как бы, тучи сгущаются. И после этого мои близкие, моя мама и сестра, они говорят, что, ну, типа, нахождение тебе здесь. Начинаются задержания разные по стране, такие, то того задержали, то этого задержали, там. И они такие, нет, тебе уже здесь нельзя находиться. То есть, просто уедь в Украину, просто выеди. Просто едь туда и побудь там, там, не знаю, неделю. Две побудь там. Просто побудь, вот, выйди, там, посиди какое-то время. Просто, чтобы у нас всех отлегло. Приехали мы ровно два года назад уже, на сегодняшний день, в аэропорт Минске и улетел. Просто приехали, я купил на ближайший рейс до Киева билет, который стоил там каких-то просто сумасшедших денег, потому что прям через час он вылет. Ну, там, уже на тот момент не имел каких-то таких серьезных значений. Я так помню, приезжаю в Киев, вот, выхожу в Борисполе, и сразу такой красно-белый у них пешеходные переходы, они красно-белые. Это такая внутренняя отсылка к родине, знаете, то есть, ну, это, как бы, в каком-то смысле ободряет. Мне знакомая дала номер, там была организация Free Belarus Center, у них был такой вариант проверки, тебя помещали в хостел, там, на три дня пока идентифицировали твою информацию, кто ты, что ты, как бы, и ты вот ждал, после этого отправляли, соответственно, в Каливинг, это такое вот компактное место проживания беларусов с похожими проблемами. И это где-то примерно тоже на 3-4 сутки появляется ощущение, что такое ощущение, как ты спасся. То есть, вот, у тебя вот этот весь груз, что там, все вот эти вот зажимы, когда ты живешь в Беларуси, там, боишься то сказать, туда не пойти, то есть, вот, постоянный страх какой-то, что там могут прийти, там, что я там так, что я буду говорить, где мой телефон, что я там подписан. Ну, вот, в таком вот духе, вот, это все мысли, они просто уходят, и ты там, через какое количество дней, ты вот понимаешь, что это, может, какое-то и ложное в каком-то смысле чувство свободы, но оно появляется. И каждое воскресенье там большая-большая диаспора белорусская на тот момент она проводила на Майдане, соответственно, независимости, да, там, Майдане незалежности, она проводила акцию в поддержку Беларуси. Это был квартирник, разбитое сердце пацана, такая группа с интересной песней. «Нельзя по закону, по закону нельзя», ну, то есть, такая песня у них. Так, это мы уже в Киеве жили, мы жили в Ирпене, кстати, то есть, вот, 4 месяца мы в Ирпене жили. Дети восприняли его, это было хорошее, теплое лето, в общем, так они как-то очень тепло до сих пор вспоминают этот киевский период нашей жизни. И была Германия, как вот страна, которая достаточно много принимает мигрантов, в том числе была программа по Беларуси. Ну, мы решили податься, и мы достаточно долго ждали, то есть, вот, почти все лето, там, и даже немножко сентября. И мы помню, с женой как раз с утра вышли, как-то начали прогуляться, там такой парк хороший был, и вышли, разговариваем, тоже обсуждали, что делать, там, может, надо уже нам что-то, как-то планы наши корректировать, может, ехать в Польшу следует, потому что тут с сентября на носу, там, дети учиться надо. И я такой, оп, пум-пум, телефон, и открываю мейл с консульства. Ну, читаю, там, вы, там, приглашены, там, тады-ты-ты-ты-ты-ты, и у нас так, как, и сразу, как, вот, как это вот, как камень с души какой-то, вот этот вот процесс ожидания, какая-то эта неопределенность. И муж из Германии была определенная надежда в том плане, что есть определенный порядок, и он был четко понятен. Есть программа, есть порядок, приезжаешь, тут легализуешься, становишься центром занятости на учет соответствующий, то есть тебе плачут какое-то денежное удовольствие, да, то есть ты идешь учиться, то есть в целом этот план был понятен. И эта вот определенность в варианте немецком, что вот почему сюда, она была определяющей. Я помню, что мы прилетели, да, в Нюрнберг, конечно, чувство какой-то другого мира, других людей, другого уклада сразу бросалось. Особенно в глаза все по-другому, ну, это, возможно, было такое немножко обманчивое на первый взгляд, но удивляло это, конечно же, тут в центре Нюрнберга, когда вот выходишь возле ЖД вокзала, сразу старый город, такая замковая часть, это, конечно, удивляет. Сразу чувствуется большой город, много людей, всех разные, все разные, это, конечно, это все очень удивляет людей, так сказать, не самого большого города. Оказаться здесь было такой тоже удивительной, удачей в каком-то смысле и радостью. Конечно, это со временем привыкаешь просто к многим вещам, это становится уже обыденным. Конечно, чувствуешь себя уже здесь не столько, как какой-то там турист, многократно здесь бывая, ты уже, ну, как-то свободнее себя чувствуешь, уже ориентируешься спокойно. Уже многие вещи тебя не удивляют, это вот, или даже когда приезжают знакомые, друзья, там, приезжаешь сюда, там, уже чувствуешь себя таким, каким-то в плане проводником, вот уже это вот это, это то. Сейчас рассказывать, это появляются какие-то уже истории непосредственно связанные с Нюрнбергом, рассказываешь их, то есть, да, это становится, намного тебе стало ближе, чем было изначально. Что нравится, это очень удивляет и очень дает много пищи для размышлений. Это, конечно же, мультикультурность. Такое количество различных людей, разных культур, привычек. Даже мы собирались как-то людьми русскоговорящими, да, то есть, там были белорусы, украинцы, грузины, румыны. То есть, просто собрались, мы учились вместе, но все так или иначе говорим на русском. И у нас всегда очень часто, основная тема разговоров, это там, как в Германии, как у меня дома. Это, конечно, такого опыта общения с таким количеством людей, которые имеют другой жизнью, опять же, опыт. И обменом делиться, это, конечно, большой плюс. Дома такого явно нет. И, конечно, бывают моменты, когда ты реально хочется домой. По крайней мере, пока дом – это там. То есть, дом – это в Беларуси, это Пинск. Дом – это там, где ты прошел свое детство, где ты вырос, там, и всю свою сознательную жизнь провел. То, что тебе близко. То есть, ты, конечно, в минуты какие-то там тяжелые, ты думаешь, как бы, дом, как, вспоминаешь какие-то хорошие моменты. И, конечно, хочется домой поехать. Но если уже исходить уже чисто из каких-то таких реалистичных взглядов, конечно, домой, ну, сейчас дорога закрыта. Пока я себя, к сожалению, здесь не вижу. Ну, по крайней мере, реализоваться в такой профессии, в которой я бы, как бы, вот, имел бы, ну, удовольствие, то есть, имел бы какое-то, не знаю, сознание от своей нужности. Такой профессии очень трудно мне себе представить здесь. В рамках какой-то, условно, здесь остаюсь надолго, да, то есть, в рамках какой-то обычной профессии, даже в каком-нибудь, даже условном бюро, да, вполне может быть. Ну, такой вот, как-то реализоваться прям, по-настоящему, да, то есть, в представлении, иметь какие-то тут перспективы, ну, это маловероятно. Просто, возможно, не хватит даже банального какого-то времени, чтобы на должном уровне, ну, на высоком расходе от языка. Для меня будет лучше вернуться, я это, ну, понимаю, то есть, лично для меня, но, как бы, как человек семейный, я должен брать в расчет все нюансы, в том числе, где будет лучше моей супруги, какие возможности у каждой из моих детей, где не смогут лучше себя реализовать, где не смогут в этой жизни увидеть намного больше. Ну, выбор пока, к сожалению, в пользу Германии, относительно семьи. Для меня лично, я понимаю, что для меня лично, возможно, это будет какой-то комби-вариант, если сможем мы здесь как-то реализоваться, и вполне возможно, что каким-то, какой-то вариант будет такой, ну, всякое возможно. Если, тем более, в мире, условно говоря, такого романтического будущего, возможно, Беларусь станет частью европейской семьи, да, мы не будем границей, путешествия будут не так сложны, то есть, это не будет являться каким-то таким непреодолимым препятствием, то есть, это будет все рядом, то есть, вполне может быть так, что дети продолжат здесь учебу, а мы будем жить там в Беларуси, такое тоже вполне возможно. Ну, пока мы здесь, и надо исходить из этого, и строить свои планы тоже соответствующие. Ну, не всегда, правда, получается, но это, я думаю, что поправило, как бы, всему свое время.